Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Главные новости страны и Чувашии в материалах репортеров нашей программы. Сегодня в выпуске. 82 уникальных фрагмента сегодня презентовали вышитую карту России. Как Чувашия сшила всю страну. Ситуация стабилизируется, помощь выделяется. Какие предприятия Чувашии вошли в список системообразующих. Брифинги, семинары, мастер-классы. О чем говорили с финансовыми журналистами в Чуваксарах. 82 фрагмента в одно целое. Полотно, которое объединило всю страну. В год культурного наследия народов России в Чувашии предложили сделать вышитую карту страны. Реализовали идею и сегодня в Чувашской государственной филармонии презентовали уникальную работу. Эту вышивку из шерстяных тканей сделали мастерицы из Якутии. Сдержанные тона характерны для народов самого большого по площади субъекта страны. А самое главное, что на презентацию вышитой карты смогли приехать гости из далекой Якутии. Одновременно с созданием фрагментов общероссийской карты регионы вышили дополнительный узор. Панно – образец народной вышивки размером 50 на 50 сантиметров. Это отдельные картины, а эффект укропнения позволяет лучше рассмотреть узоры народной вышивки. Людмила Жаркова сама трудилась над этой картиной от Республики Саха. А что такое вышивка? Это вот сердце и душа народа. То, что на сердце, то, что в душе, вот эту красоту надо из себя вытащить и показать, и всех удивить, как говорится. И мы, конечно, постарались прежде всего отобразить наш самый любимый, самый популярный узор – это лировидный узор, который олицетворяет именно и женское начало, и древо жизни, которое лежит, ну, как у любого народа, наверное, в основе. А также те самые популярные, ну, несколько здесь мы, конечно, показали орнаментов, которые связаны со скотоводством, с оленеводством. Когда вот прошлись по рядам и увидела вот каждый, каждый регион, просто вот как бы сердце там стучит. Я ощутила здесь, насколько это масштабный проект получился и насколько он красив уже самой идеей. В фойе филармонии разместили и цифровой двойник вышитой карты России. Скачав специальное приложение, можно навести телефон или планшетный QR-код на любом регионе, и на гаджете появится фрагмент вышивки этого субъекта страны. Вот здесь, например, Республика Саха. Устройство работает так. Вы можете навести камеру планшета или телефона на метку и подробно вот так вот рассмотреть всю вышивку. То есть она оцифрована полностью. Это кусочки оригинальной вышивки каждого региона. Все стишки, здесь все отлично видно. Амбассадор акции, народная артистка России Надежда Бабкина, проходя по выставке, не сдерживала эмоций и обнимала мастериц, которые работали над картой. Карту Чувашия вышила Надежда Кузнецова. Чувашия называет краем 100 тысяч слов, 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок. И мы свои вышивки в своем фрагменте хотели показать именно вот это. Уникальные традиции, обычаи, колорит каждого народа. Декоративно-прикладное искусство связало всех воедино. Чувашия создала проект, объединивший все регионы страны. Идея-носитель кто у нас? Идея-носитель это Чувашия. Здесь родилось сначала на местном уровне, но это вышло за рамки обязательно маленькой республики. Обязательно вышло, потому что сама идея настолько многообразная, духоподъемная и активная. Я же там, когда фильм делал, все я сказала, это как песня. Когда ты начинаешь ткать вот эти ткани тонкого мира, ты понимаешь, что ты причастен к чему-то масштабному. И я вам скажу, не скрою, что я получила сейчас такое удовольствие, я как будто, знаете, приподнялась сама в себе. Меня это вот прямо приподняло еще больше от того, что это свершилось, от того, что есть тут такая масштабность, грандиозная, планетарного масштаба. И это, понятно, такой масштаб государственный. Любовь и мудрость России на одном полотне. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и нет. Я любой такой страны не знаю, где такой надышит человек. Я другой такой страны не знаю, где такой надышит человек. Каждый народ вложил в этот проект душу, свою любовь, доброту и силу. А дальше вышитая карта страны будет заряжать этой невероятной энергетикой всех жителей России. Это было на самом деле сногсшибательно, очень грандиозно, а самое главное, очень разнообразно и отражающее величие, могущество и всю палитру Российской Федерации во всем его богатстве. Культурном, материальном, духовном, ну и, конечно же, по величине. И мы очень горды, рады, что в год культурного наследия Чувашская республика стала местом одних из их важных мероприятий, которые отражают как раз разнообразие культуры России. Она превозошла все наши ожидания. Мы гордимся каждым мастером, который приложил усилия для того, чтобы это великолепное произведение искусства было создано. А что касается судьбы карты, мы даже сами еще не предполагаем до конца, во что это вырастет. Сегодня это вот вышитая карта России, в дальнейшем она поедет в другие регионы, вокруг нее вырастать будут новые проекты. Гастрольный тур полотна начнется уже совсем скоро. 15 июня вышитую карту России представят на Петербургском международном экономическом форуме. До презентации глава Чувашии встретился с Надеждой Бабкиной. Народная артистка поделилась своими впечатлениями о республике, народе и первом концерте в Новочебоксарске в рамках марафона «Песни России». То есть в каждом регионе темперамент народа – это совсем другая история. То есть ты в одном состоянии, не будешь нигде находиться. И здесь люди более сдержанные, более-менее спокойные. Но по сравнению со мной, я же казачка, понимаете, волоска, тут сейчас усугубляется все. Но тем не менее, вчера, в общем, они себя хорошо проявили. Надежда Бабкина также поблагодарила Чувашию за приглашение и за хорошую организацию фестиваля. По ее словам, марафон несет мощную идею. Вышитая карта России – проект, инициированный республикой. Это то, чем может гордиться вся страна. Это не только ваше достояние, как национального присутствия в государстве. Это оберег России. Это хорошее слово сочетание. Это правда. Это оберег России. В каждом стишке, в каждом, я не знаю, там, выпиленном, там, что-то сделано, ковка. И каждый, вот каждый, вот туда вкладывал, вкладывал, сколько там сил. К другим новостям. Перечень системы образующих организаций Чувашии расширит на 22 предприятия. Вводятся уточненные критерии для предприятий легкой промышленности, полиграфии и станкостроения. Об этом сообщили сегодня на заседании штаба по поддержке устойчивости экономики Чувашии в условиях санкционного давления. С подробностями Ольга Алексеева. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, льготные ставки налогообложения, гранты социальным бизнесменам. Все эти меры помогают экономике региона развиваться даже в условиях санкционного давления, отметили участники заседания. Системообразующими организациями республики подано 29 заявок на льготные кредиты. Из них одобрено 12. На общую сумму 5 миллиардов рублей. Фонд развития промышленности Чувашской республики. В апреле месяце было принято три новые программы, направленные на реализацию импортозамещающих проектов. Это, напомню, программа первопилотная партия, программа НЕКРА и программа технологической документации. Благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, ситуация на рынке труда стабильная, соответствует допандемическим значениям. Массовых увольнений работников в предприятии не планируется, отметила министр труда Алена Елизарова. На заседании одобрили ее предложение об увеличении размеров ежемесячных компенсаций для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте от 2 до 3 лет. За счет этой организованной работы нам удалось, прежде всего, на мой взгляд, достаточно адекватно отреагировать на те вызовы, которые возникали внезапно, неожиданно, из разных сторон. И здесь, несомненно, очень большая заслуга правительства Российской Федерации, которая, став во главе, нас всех очень здорово реорганизовала, а самое главное, запустила инструменты коммуникации. Также на заседании штаба отметили, благодаря экстренно принятым мерам господдержки организованно прошла посевная. В 22-м году сохранили все действующие формы помощи АПК и добавили еще 15. В 22-м году сохранены все действующие формы господдержки нашей отрасли. Госпрограмма развития сельскохозяйства предусматривает 69 направлений господдержки, из них 40 федеральных, 29 республиканских. Обсудили на встрече и то, что за последние две недели более чем в 17 раз увеличилось количество кибератак на сайты органов власти республики. Работа по защите интернет-ресурсов тоже ведется. Мы реагируем, мы блокируем IP-адреса, откуда производятся атаки, и блокируем соответствующий трафик. В части мер поддержки для операторов связи. Мы совместно с органами местного самоуправления и совместно с государственными учреждениями решаем точечно проблемные вопросы, которые связаны с демонтажом базовых станций, оборудования операторов связи, расположенных на республиканском муниципальном имуществе, и сохраняем возможность этих объектов до конца текущего года. Олег Николаев призвал членов штаба оперативно принимать решения и, если необходимо, чаще встречаться. Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика. В этом году в результате проверок МВД прекращена деятельность трех интернет-магазинов, продающих запрещенные вещества, а также задержано четверо их организаторов. Правоохранители выявили еще восемь сайтов, пропагандирующие наркотики. Информация о них направлена в единый реестр для последующей блокировки Роскомнадзором, однако на заседании антинаркотической комиссии отметили, что сайты все еще в свободном доступе. На территории Республики за пять месяцев текущего года зарегистрировано 251 преступление указанной категории. Возбуждены уголовные дела в отношении 83 лиц. В ходе заседания главам администрации муниципальных образований и медицинским организациям рекомендовали провести анализ причин и факторов, которые поспособствовали отравлением наркотическими и психотропными средствами. Также должны быть разработаны планы первоочередных мероприятий, препятствующих незаконному обороту наркотических веществ. Обеспечить людей чистой и безопасной водой – такую задачу ставит правительство Республики, но проблема водоснабжения в некоторых районах Республики до сих пор стоит особо остро. Передача полномочий между органами местного самоуправления и органами госвласти должна навести порядок в системе водоотведения и очистки сточных вод. О том, жители каких районов жалуются на проблемы с водой, кто, а главное, когда их должны решить, расскажет Анна Центовская. Оборудование есть, а толку нет. В республике в плачевном состоянии находятся немало объектов водоотведения, которые уже невозможно эксплуатировать. Буду назвать некоторые объекты. Один из них – это у нас Шихазаны, Канарский район. У нас с вами, как бельмо на глазу, очистные города Цивильска, где еще в 15-х годах, даже в 14-х, были вложены деньги, до сих пор объект не введен в эксплуатацию. И так можно дальше продолжить. Это говорит о том, что, к сожалению, очень много фактов, когда бюджетные деньги направляются на реализацию очень важных, жизненно важных для людей направлений, строятся объекты, но конечный результат не достигается. Кабинет министров Чувашии одобрил закон о перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения в ноябре прошлого года. Проект должен помочь автоматизировать и ускорить процесс обеспечения населения питьевой водой. Предусмотрена передача полномочий по восьми муниципальным образованиям. Кирскому сельскому поселению, Вурнарскому городскому, Шахазанскому сельскому, Борецкому сельскому, Цивильскому городскому, Янтиковскому сельскому поселению и городам Новочебоксарскому и Чебоксар. Планируется передать 185 объектов водоснабжения и водоотведения. Ну а пока еще ни в одном муниципальном образовании этот процесс не завершен. В Минстрой Чувашии такую ситуацию связывают с низкой степенью вовлечения в процесс представителей районных администраций. Сейчас необходимо действовать оперативно, чтобы уложиться в установленные сроки до 1 июля. Анна Центовская, Николай Скворцов, Республика. Утро пятницы для финалистов крупнейшего российского конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона» началось очень продуктивно с обучения. Участникам сессии рассказали о рынке микрофинансирования кредитов и долгов. События февраля оставили свой след в экономике страны. Рост ставок, увеличение доли клиентов, имеющих 5 и более активных кредитов. Жертв мошенников стало больше. По статистике 90% понимают, что им звонят мошенники, но не прекращают диалог. 70% из них в итоге отдают свои деньги злоумышленникам. Эксперты в 2022 году прогнозируют снижение доходов и рост безработицы. Занятость, точнее сказать, удерживает. Зарплата не очень. Например, мы видим это на примере каких-то автосборочных предприятий. Они вроде как не закрылись, но еженедельно, ежемесячно продлевают открытие этого сборочного производства. А людям выплачивается некая зарплата. Естественно, меньше, чем ту, которую они получали, когда она работала. Но, тем не менее, у нас мы знаем рекордный низкий уровень безработицы. Ну и, видимо, не самый рекордный уровень доходов тоже. Журналисты внимательно слушали выступления представителей органов государственной власти, ведущих экспертов в области экономики и финансов Союза журналистов России. Некоторые эксперты выступили в онлайн-режиме. Каждый из участников нашел для себя что-то новое. Мы мало того, что слушаем спикеров, мы обменяемся информацией с другими участниками, понимаем, что у них в регионах, потому что все равно мы находимся в своих пузырях, но информационных. Также участникам рассказали, как нужно себя вести с коллекторами, развеяли основные мифы и поделились лайфхаками для того, чтобы не попасть в долговую яму. Если мне зверкалекторы, нужно скрываться и блокировать их звонки. Это опять-таки миф, ребята. Не скрывайтесь, мы вот всем говорим, выйдите на связь. Мы реально вам поможем, ставим скидочку. Как-то разберемся. Но скройтесь, симку выкинули, мы реально пойдем в суд. После обучения победителей конкурса «Рублевая зона» ждет торжественная церемония награждения. Инесса Потапова, Елизавета Цветкова, Игорь Зверев, Республика. Итоги конкурса «Рублевая зона» подвели сегодня вечером. Торжественная церемония награждения победителей прошла в купольном зале Дома правительства Чувашии. Там работала наш репортер Ольга Алексеева. Ей слово. Брифинги, семинары, мастер-классы, встречи с представителями бизнеса – все это позади. Сейчас самое волнительное мероприятие – награждение победителей. Журналисты из разных регионов страны, знатоки финансовой темы, хоть и держатся уверенно, но чувствуются, что волнуются. Каждый хочет услышать свою фамилию в списке победителей. Андрей, волнуетесь, переживаете? Верите в успех? В успех, конечно, не верю, но я ни капли не волнуюсь. Потому что, ну, не из-за чего волноваться. Здесь отличная атмосфера. Ваша республика и город Чебоксара – это одно из самых гостеприимных мест, в которых я вообще бывал. Поэтому здесь вот та самая ламповая атмосфера, она сохраняется по этому поводу, а для волнений совсем нет. Что в вашей работе такого, вот как вы считаете, за что вас могли бы оценить члены жюри? Ну, я надеюсь, что меня оценили за честность и за правдивость информации, которую я стараюсь доносить до своих зрителей. Мне кажется, сегодня это очень важно. Вообще сегодня это сложно? Да, сложно. Сложно, но зачем ты тогда пришел в эту профессию? Всегда можно выйти из нее, если тебе становится сложно соблюдать такие простые вещи. Спасибо, желаем вам удачи. Конкурс в нашем регионе проводится второй год подряд, и он уже показал свою эффективность и результативность. На самом деле, вот журналистские работы, они имеют очень важное значение. И мне кажется, вот сам конкурс «Рублевая зона» – это очень здорово, когда тематически происходит обсуждение в различных форматах средств массовой информации, вот концентрировано инструментов, подходов и других вопросов в области финансовой политики. Темы, которые в этом году обсудили участники на мастер-классах, коснулись импортозамещения, кредитования малого и среднего бизнеса, банковской сферы, ситуации с экономикой в стране. Я достаточно давно занимаюсь экономической и финансовой журналистикой, считаю, что у меня получается писать аналитические материалы. Ну, очень благодарен оргкомитету конкурса, что мои труды замечаются уже в третий раз. Я по образованию экономист-аналитик, у меня ученая степень по экономике, и поэтому в своей журналистской деятельности я тяготею именно к экономическим и финансовым темам. Граждение участников – самое волнительное и запоминающееся мероприятие сегодняшнего дня. Мы успели обсудить и производство, и продажу чувашеского пива, и развитие туризма. У нас также есть мол вернуться, чтобы смотреть на то, как будет выглядеть аэропорт. Конструкции, которые нам анонсировали. И также хотелось бы благодарить всех экспертов, которые сегодня нас просвещали, отвечали на наши вопросы. Сегодня на базе Ледового дворца Чубаксары-арена состоялась торжественная церемония открытия хоккейного турнира «Кубок единства». Он приурочен к наступающему Дню России и одновременно к 75-летию отечественного хоккея. Масштабный спортивный праздник в Чубаксарах объединил легенд хоккея, известных журналистов, звезд эстрады, театра и кино. В течение трех дней турнира зрители увидят сражение шести команд. Помимо матчей в программе, мастер-классы и встречи со знаменитостями, турнир завершится 12 июня. Билеты на все матчи бесплатные. Получить их можно в кассе Ледового дворца. Это главные новости Чувашии в пятницу 10 июня. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok